Давай, Александр. Вот у меня мысли насчёт того, что в духовном смысле молоко и твёрдая пища. Это я вот к себе хочу применить, думаю, может я твёрдую пищу кому-то даю, что неправильно там ещё получается. Вот мне объясните эту... Твёрдая пища это то, что требует особого объяснения. Объяснение евреям, что обрезание было временное. Обрезание было только до прихода Христа. Да, оно указывало на крещение. Там обрезают крайнюю плоть от греха, от воздерживаются. Ну а здесь прямо во Христа креститесь, а во Христа облекостись. Вот это. Трудные есть такие моменты. Моменты прихода Христа, тысячелетнее царство. Сектанты все плавают в этом. Я им объясняю. Как-то беседовали, они согласились кое-как, новосибирские. Но они 4 места привели, и всё. Я приводил это на память, они это любят. На память. 72 места, процитировал. 72 места с Библии. И ясное дело, что это трудные такие темы. Очень даже трудные. Это твёрдая пища, хлеб. Но остальное, которое так легко даётся, это как молоко. Вот и всё. Всё понятно. То есть к себе как-то не приурочить. Я думал, что я, может, что-то неправильно преподаю, что людей не притаскиваю, а наоборот отворачиваю от себя. Да, Александр, Александр, не переживай. Это не относится так к учению. А как подойти? Другой прямо приказном порядке. Меня об этом обвиняют. Я себя поисследую, и опять то же самое. Потому что я вижу результат. Первый раз встретились, и душа обратилась. Как это так? Даже не знаю. Никак. В руках у него во рту папироса, а в руках бутылка. Он тут же их разбил. А пацаны их столба. И всё. И кто? Разбойник ночной. Встретились. Это Бог делает? Моё там ничего нету. Совершенно ничего нету. Такой был доктор Гасс. Он не русский, нам немец. Кажется так. И он, как поставленный был среди заключённых, он не знал, сколько в день проходят. Он надел на себя эти вериги, цепи. И по комнате туда-сюда, как я, мотался, сколько будет. Но его как-то встретили разбойники, шубу с него сняли. А потом, когда узнали, что это он доктор Гасс, они не знают, как его проводить, всё возвращают. У меня такой же случай был. Напали. А потом говорят, да кто тот, который там примирил, они на ножах драться там начали-то. А я выскочил из дома, и внутри залетел. Глупо поступил, зарезать могли. Но я себя не помнил. Так там жёны, все мне благодарили. И эти преступники благодарили. У меня маленькая силёнка-то была. Я оттолкнул другого там шипы. Ну и всё, заглохло. Однажды смотрю в окно. У меня старая на другой стороне, около линии. Я привёз уголь. И гляжу соседа. У него ребятишки. И он оглядывается и у меня нагребает вёдра лопатой. Уголь. Я смотрю, он как переживает, чтобы не поймали. Мне до того... Я пошёл, подошёл, вплотную меня увядал. Да я... Я говорю, я до этого и пришёл. Да не, это... Вот этот краб бери, сколько тебе надо. Ты не переживай. Я дал тебе это. Ты просто забыл, наверное. Так он таким другом стал, не выскажешь. Оно в руки к нам идёт. Твёрдая пища, да, это надо много мест писания приводить. Вот попробуй, я когда говорю, что монашество в том виде, в котором оно есть, принесло зло, зло. Больше, во многократней месте взяты иудеи, мусульмане, масоны и коммунисты. Почему? Потому что те арестовывали, на небо людей отправляли, а эти никуда. Монахи заперлись и сидят. Надо идти проповедовать. Я сегодня сказал архиерею, я говорю, последнее, уже последний шаг Иисуса на небо. И он говорит, идите по всему миру, идите. Тогда был митрополитом, Кирилл говорит, миссия – это движение. Ну, хорошо. Идите, проповедуйте Евангелие, не басни. Кто будет веровать и креститься будет, спасён будет. А кто не будет веровать, осуждён будет. Это сегодня я архиерею сказал. Такое стилище в ваших руках, и ничего не сдвигается. Ну, надо их отправлять, чтобы они проповедовали, шли. Вот так. А то литургия, литургия. Да, литургия для верных. Потому что, которые оглашены, их выводят. Они не должны даже стоять тут. Ну, вот так. Спасибо, Христос. Так что не переживай, брат Александр. У тебя всё, я гляжу, наблюдаю. Ты ничего плохо не делаешь. Ты заботишься, но лишний раз тогда не лезь. Не бросай жемчуга перед свиньями. Священник тебя не принимает, другую. Теперь только своей душой займись и молись. Останься тем, кем ты был. А потом посмотри, что-то, может, надо избрать. Какие-то другие слова говорить. Может быть, написать... Можно я такое немножко смешное? Вот он, я себе говорю, тебе заходят, говорю, в алтарь, как в бытовку. Никто не поцелует. Там же, знаете, святые лики. И вот он смотрю, на меня посмотрел, и это самое, приложился к дверям. Я здесь не засмеялся в храме. Ну, нас целуют, которые заходят туда, чтецы. Всё время целуют изображение архангела там или святого. Ну, всё, я отошёл. Если не нужен больше. Спасибо, Христос, Отец. Храни вас, Господь. Прекрасный день. Благодарю всех за молитвы. Спасибо, Господи. Спасибо.